Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Это канал Пар, и сегодня я вас познакомлю с рыбкой Хаплохромис Джексона, или, как его еще называют, Васильковый Хаплохромис. Своё название эта рыбка получила в 1993 году, хотя была открыта задолго до этого, в 1935 году. Естественная среда обитания – скалистое дно, вперемешку с песком в огромном африканском озере Малавии. Именно в такой местности они и обрели свой стиль охоты, прячась в скалистых укрытиях и, словно из-за засады, атакуя мальков цихлит и хаплохромисов. Содержания достаточно просты и неприхотливы. Хорошо могут подойти начинающему аквариумисту. При правильном содержании могут дожить до 10 лет в домашних условиях, а размер этих рыб в аквариуме достигает аж 18 см. В живой природе еще больше. Давайте поговорим о том, что будет в себя включать это правильное содержание и уход. Первое, с чего нужно начать – это аквариум. Он должен быть не менее 200 литров на самца и 4 самок. Если самцов больше, необходимо организовать укрытие, так как сильный самец однозначно будет гонять более слабых. Укрытие необходимо и для того, чтобы самки могли спрятаться от приставучих самцов. Возможно, содержать хаплохромисов Джексона и с другими рыбами, например, крупными цихлитами или другими рыбками, схожими характером и, конечно, размерами. Мелкую рыбу точно съест. В целом, хаплохромис Васильковый умеренно агрессивен и очень терпеливый к параметрам воды. Однако, не стоит забывать, что у всего есть предел. Идеально, если параметры воды будут жесткость от 6 до 10, кислотность от 7,5 до 9, температура воды должна быть всегда теплой от 23 до 30 градусов. В кормлении неприхотливы. Но всегда помните о том, что это хищники. Понятное дело, что проще всего кормить производственными кормами, но такое кормление не будет полноценным. В рационе обязательно должно быть мясо, это может быть филе рыб, креветки, мидии и даже дождевые черви. Помните о том, что хаплохромис Васильковый склонен к перееданию. Лучше всего раз в неделю делать разгрузочный день и не кормить их вовсе. Конечно, при содержании таких рыб хочется попробовать вывести потомство. Тем более, в неволе это получается достаточно легко и просто. Часто бывает спонтанный нерест. По-хорошему необходимо оставить в аквариуме одного самца и несколько самок. Отличить самца от самок достаточно просто. Васильковый цвет самца намного насыщеннее, чем у самок. На анальном плавнике у самцов желтая или оранжевая полоса. Однако помните о том, что и у самца, и у самки во время нереста цвет становится более насыщенный. Правда, у самца, помимо прочего, появляются на теле темные полосы, как боевой окрас. В этот период вырастает и агрессивность самца. Часто самец готовит место, но как правило делает это зря, так как самка вынашивает икру во рту. Количество икры может быть разным. Как правило, от 15 икринок. Максимальное количество более 50 икринок. Если вы действительно хотите получить максимальное количество мальков, то самку необходимо пересадить в отдельный аквариум со схожими параметрами воды. Если самка очень сильно похудела, то в крайнем случае можно вымыть икру изо рта самки струей воды. Такая инкубация длится примерно 2,5-3 недели, после чего появляются мальки. Выживают, увы, не все мальки. Не забывайте о том, что мальков необходимо кормить часто, но по чуть-чуть. В качестве первого прикорма подойдет любой мелкий корм для рыб. На этом видео подошло к концу. Если вам понравились эти рыбки, обязательно ставьте лайк. Делитесь видео со своими друзьями в соцсетях. И не забывайте о том, что мы ждем вас в группе ВКонтакте. Ссылка на группу находится в описании под этим видео. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok